всем привет на канале крипто комманс и сегодня как всегда посмотрим что с рынком слушайте вчера мне уже прям руки чесались продать зафиксировать где-то небольшой плюс где-то небольшой убыток где-то большой убыток даже я думал продать перезайти потом дешевле ведь все рынки падают посмотрите золото падает серебро падает нефть падает фондовый рынок даже падает понимаете вот и конечно было стремно я думаю ну ладно перевыду хотя бы закроем маржинальные позиции потом лучше перезайду но в итоге я хочу выразить большой респект пифагору я посмотрел во вчерашний видос стрим где он показывает что загорелся сильный сигнал b у него то есть покупать больше и также редван меня успокоил тоже большой привет который показал мне вот этот скрин смотрите что мы сейчас тестируем ленту поддержки до провалились чуть ниже под нее очень похожий фрактальчик вот разумеется это ничего не гарантирует ребята мы работаем на рынке только с вероятностями и никто вам точно никогда не скажет куда пойдет цена и тем более когда то есть куда пойдет цена еще можно сказать но вот когда это практически нереально те кто говорят вот скажи пожалуйста сегодня вечером куда пойдет цена но это бред ребята это гемблинг это лудомания а по факту что мы здесь видим что эфир выглядит очень хорошо смотрите сетку супер гупи я сегодня включил качестве своего основного индикатора это типа как сетка и мой риббон только их на самом деле две этих сетки как вы можете видеть более быстрые более медленные мувинги и когда более быстрые уходит под более медленные мы видим сначала серый потом красная и это говорит нам о подтверждении даун тренда и наоборот когда более подвижные мувинги пересекают более медленные мы видим серые потом зеленая что говорит нам о подтверждении бычьего тренда. То есть это такая дважды сетка EMA Ribbon. Очень даже ценная штука. Вот. И сейчас мы видим зеленый тренд по эфиру на дневном таймфрейме. И также, естественно, мы смотрим на MarketCypher. Я смотрю на китайскую копию MarketCypher. Она мне больше нравится, потому что она показывает дивергенции и желтые точки. Но также вы можете купить настоящую версию MarketCypher у брата CryptoFace. И подписывайтесь на новый канал про MarketCypher для русских. Вот он называется MarketCypher for Russians. Это наш друг Аксенсус организовал. Это канал от Russian CryptoFamily. Они сейчас временно заморозили, тоже скоро разморозят. В общем, это канал, посвященный только MarketCypher. Переводы крутейших видосов по поводу этого индикатора. Стратегии, как по нему торговать и так далее и тому подобное. Ссылку оставлю в описании. Вот. Ну и что эти индикаторы нам говорят? Что на самом деле нечего кипишевать. Вот у нас тут была некая такая Чопи Price Action. Вот у нас в итоге зеленые точки победили, как мы видим сейчас. И по ходу мы идем наверх. Но смотрите, в худшем сценарии, если начнется глобальный корректоз, у нас тут есть великолепная поддержка. Вот эта вот линия по SuperGupy. Это у нас 200 EMA дневная. Она выступает, как вы можете видеть, всегда ультимативной поддержкой. То есть в бычьем рынке мы либо от нее отбиваемся, да, либо потом начинаем уже отбиваться от самой зеленой сетки. Как вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот, соответственно, вот здесь. То есть сейчас, смотрите, вот мы отбившись от нее вот здесь вот летом, провалились под нее немного ниже. И сейчас похоже, что отбились от нее. То есть это признак здорового аптренда. Но в худшем варианте, грубо говоря, эфир может сходить к ней и протестировать ее в районе где-то 3 400, 3 300, 3 400, 3 500, 3 600. В зависимости от того, когда он это сделает. Но я лично не думаю, что он сейчас так это сделает. Я думаю, что сейчас скорее он пойдет экспоненциально. И за ним и подтянутся большинство альткоинов тоже и биткоин. И сетка тоже пойдет экспоненциально. Типа как было вот здесь. Но это просто мое мнение. Дисклеймер, не финансовый совет, потому что сами понимаете, рынок штука волатильная. Сегодня я сказал, что я думаю, завтра я уже перестроился, а вас смыло. Поэтому, ребята, такие моменты, когда паника и все настроены по медвежьему. Вы же сами знаете, что лучше всего покупать. Вот. И мы, похоже, отбиваемся все-таки от этой сетки. И идем наверх. Но что с другими монетами, вы скажете? Давайте посмотрим. Вот. Dash, недельный таймфрейм. Обратите внимание, тоже мы лежим прямо на сетке поддержки. Вот. И также отбились от ультимативной 2 сотки на недельке. Так что нет причин паниковать. Тем более, что Dash, в принципе, находится на своих all-time lows, можно сказать. С учетом того, что мы в аптренде. Dash уже должен быть гораздо выше, чем он сейчас есть. Вот вы можете сами посмотреть. У него, в принципе, его логичная линия поддержки превратилась в сопротивление вот здесь. То есть, когда он выстрелит туда, к справедливой цене, то это будет сразу 600 и 1200. И погнали. Вот. Но это мое мнение. Опять же, дисклеймер не финансовый совет. Потому что, смотрите, Dash Bitcoin выглядит как лютый скам. Все пишут, что это лютый скам. Только никто не обращает внимания, что желтая точка. И многие забывают, что покупать надо на низах, а не на хаях. Вот. И что можно сказать? Ну, люди реально делают все наоборот. Надо понимать. Люди покупают на хаях. Поэтому, ребят, я уже лично сам присматриваюсь к монетам, которые я буду шортить. Хоть я это делать и не люблю, но я буду шортить. Обязательно. Потому что будет медвежий рынок, и шортить надо будет максимально перекупленные монеты. Это сейчас не финансовая рекомендация. Это просто мои мысли вслух. Авакс уже сильно перекуплен. Я не говорю, что он не пойдет выше, но в какой-то момент его будет вкусно шортить, потому что он уже сильно перекуплен. Даже эфир, ребята, даже эфир вкусно будет шортить, когда он сходит куда-нибудь на 10 или на 15 тысяч, куда он там метит. Его будет очень вкусно шортить. Надо это понимать. И ничего зазорного в этом нет. Аккуратненько, со стопом, но шортить. Матик тоже уже сходил на ту его хучу процентов. Очень вкусно шортить будет этот инструмент. Пускай сходит он еще выше, не сходит, но там в любом случае будет потом движение вниз. Вот. А лайткоин, например, опять же, к биткоину открываем, или еще лучше к эфиру. И смотрим, и вообще видим, что инструмент на самом дне. То есть, очень вкусно лонговать лайткоин к эфиру. Так же, как и дэш к эфиру. Это среднесрочные, долгосрочные сделки, ребята. Это я вам тут не спекулятивные скальпсетапы даю. Это зайдем на другой канал. Вот. Трон к биткоину тоже все еще на лоях. Смотрит наверх. Понимаете? То есть, это лонг. А вот, например, гала. Это будет вкусный шорт. Ну, это же ежу понятно, ребята. Посмотрите сами. Тут не надо быть гением, чтобы понимать, что все идет по синусоиде в этом мире. И будут спады у таких резких пампов. Сэндбокс. Опять же, сэндбокс. Ну, вышла игра. Ну, молодцы. Но это же не значит, что токен должен расти всегда, отвесно и никогда не падать. Так же не бывает. Он в какой-то момент развернется, и это тоже будет очень классная возможность для шорта. Опять же, посмотрим, когда нам индикаторы это подтвердят. Так что вот. Мой план игры такой. Я собираюсь хеджироваться шортами. Недокупленные монеты будут стоять наверх. Stellar BTC наверх. А перекупленные будут вставать вниз. Вот и все. ОМГ просили посмотреть. Но мы, кстати, смотрели недавно. Здесь тоже восходящий расширяющийся канал. Так что пока тут, в принципе, не о чем говорить. ОМГ к биткоину также находится в канале накопления. То есть, тут как минимум сильный отскок типа вот такого. А я думаю, что с переписыванием вот этого хая нас ждет. Так что будем смотреть. Конечно, очень много конкурентов сейчас у всех этих монет. Луна тоже. Опять же, Луна BTC, Луна USD. Ну, посмотрите, уже вышло даже за верхнюю границу канала. Понимаете? Это по-любому будет шорт. Вот тут я рисовал возможный вариант. Он еще больше растянулся. То есть, это по-любому шпилька, которая, скорее всего, сдуется вот так вот скоро. Поэтому, смотрите, сейчас дурачки лезут вот в эти хайповые монеты. А умные ребята, то есть мы с вами, лезут в то, что на дне. И шортят то, что на хаях. Вот с этой точки зрения эфир-классик тоже, на самом деле, уже локальный хай тут нащупал. И видите, сейчас у нас есть нисходящее движение. Но по эфир-классику, я думаю, что справедливость восторжествует. И это окажется таким препампом. Потому что, конечно, он должен стоить гораздо больше, ребят. Потому что это настоящий эфир. Вот. EOS, кстати, тоже зашевелился. Но этого пока не видно на недельном таймфрейме. EOS зашевелился. У него есть все шансы переписать вот этот хай. Потому что они там сейчас биржу запускают. И это будет, конечно, интересно. И вот у него пошло движение в 4 часах. Интересно будет посмотреть, насколько он может сильно помпануть. Потому что все из него вышли. Никто от него ничего не ждет. И по логике обычно такое как раз начинает стрелять. Вот. Даже Binance Coin, ребята, BNB, я хочу вам сказать, что он очень-очень сильно перекуплен. Он, конечно, может в этом цикле сходить и на 1000 долларов, и повыше. Но в целом тоже его рассматриваю в шорт. Сейчас будем смотреть, не двойная ли это вершина вообще. И да. Просто захеджироваться шортами. Вы поймите. Если вы лонгуете то, что недокуплено, вон, BitDAO можете лонговать. Dash, я не знаю, Litecoin, там, что вам там нравится. Да даже биток, эфир. То вам обязательно нужно хеджироваться какими-то шортами в конце бычьего рынка. Понимаете? Потому что... Со стопами, естественно. Со стопами, потому что все может еще в 5 раз вверх улететь. Потому что когда все начнет падать, у вас хотя бы какие-то сделки будут выруливать в плюс. И вы сможете уже там подредактировать то, что в минус. А, еще насчет недокупленных биржевых токенов. Обратите внимание на Ascendex токен. В двухдневный таймфрейм, где он был, это когда биржа называлась BitMax. После этого они соскамились, произошел ребрендинг. И вот сейчас у него пошла вторая жизнь. Смотрите, он лежит на поддержке. Биржа уже называется Ascendex. На 4-х часовике вот мы видим, что был хороший импульс. Опять же, его сдули. В общем-то, на самом деле, интересно смотрится монета в долгосрок. Они сейчас активно развиваются. Вот мы сделали пост. У них сейчас эксклюзивная компания в честь третьей годовщины. Там можно, кстати, дофига наград, выиграть призов на фьючерсном аккаунте. Ну и как бы просто вам, как инвестиционная идея, как вариант, посмотрите. Ну то есть это биржевой токен, ребята. И у биржи, скорее всего, все будет окей, потому что они будут, они собираются и касту листить тоже, и все остальное. Поэтому в целом это, конечно, пойдет туда, наверняка. Поэтому как инвестицию именно даже, а не как трейд, можете спокойно рассмотреть, на мой взгляд, неплохая история. Вот, ну если вы заинтересовались, то ссылка на биржу Ascendex вы найдете в описании у нас под этим видео. Все, регистрируйтесь по ней и покупайте. Можно взять этот токен у них даже в марджин трейдинге. Биржа, кстати, прикольная тем, что она по функционалу практически такая же, как Binance. Там есть и spot, и cross margin, и фьючерсы. Вот, и при этом не обязательно проходить верификацию, но только если вы хотите в аукционах принимать участие. Так что да, это для тех, кто из Белоруссии, там, тех, кто не может пройти верификацию на Binance. Хорошая альтернатива, обратите на нее внимание. Вот, ну и конечно же, ребята, вы уже, наверное, вам все уши прожужжали про проект, Каста, Каста и О. Собственно, я вам позже о нем расскажу, но это реально крутейший будет проект следующего года. Это не скам, это делают Карл и Карл, и еще Себастьяны, крутые чуваки. С ними Ivan on Tech, с ними DeMartini Guy, Скайли Chase, кучу крутых чуваков еще. BitBoy Crypto с ними их поддерживает, CryptoZombie. Так что проект офигенный. И в чем прикол еще его в том, что токеномика такая, что кто не успел на Сид Раунд и на Приват Раунд, вообще ничего страшного, потому что, смотрите, цена на паблик сейле будет 0.03.5 доллара, то есть 3.5 цента. Я вам так скажу, на Сид Раунде и на Привате цена была где-то 0.0.25. То есть, ну, короче, меньше, чем на 2х, дороже они начнут его продавать. Но аккуратнее, сейчас очень много скамеров. Я оставлю ссылки в описании на правильные группы каста в Телеграме. Есть только сайт Каста.Ио, Twitter, каста нижнее подчеркивание app и две правильные группы в Телеграме, группы и канал. Все остальное скамеры, токен еще не вышел, поэтому если вам кто-то предлагает купить токен, это все мошенники. Не ведитесь на это, как только каста выйдет, это будет, скорее всего, в конце декабря или в начале января. Мы вам об этом сообщим, ребята, и она будет залистена на всех крупных биржах, так что не переживайте. Вот, купить всегда успеете. И это будет как инвестиция. Скорее всего, это будет как SwissBorg или как Crypto.com. Посмотрите на график SwissBorg за всю его историю. Вот, вы видите, в начале был, конечно, памп и дамп. И вам так же будет с кастой. Она чуть-чуть взлетит, потом упадет, и вы покажетесь на год, на два в изнурительном флете, скорее всего. Особенно, если у нас будет медвежий рынок. Поэтому это, ребята, не трейд, это инвестиция. Вы успеете накопить ее по вкусной цене. И после этого мы увидим памп на 100 иксов или даже на 1000. Понимаете? Скорее всего, будет так. Так же, как с Crypto.com. То же самое. Посмотрите, монета валялась, никому не нужная. Потом какой-то памп, дамп, небольшой. В общем, это надо держать года два. И тогда вы увидите свои сотни или тысячи иксов. Вот такое вот мнение. Ну, то есть, грубо говоря, каста токен, сколько он может стоить? Ну, 3 доллара, если он будет стоить даже, это уже будет 100 иксов. А если он будет 30 долларов, то это 1000 иксов. Вот, поэтому такие вот мысли. One inch тоже вчера поперно. Вот уже сдули это движение. И вот этот весь памп сдули. Выглядит как спекулятивный памп и дамп все это. Но в целом one inch, конечно, еще только в начале своего пути. Поэтому. Но опять же, мы не знаем с вами, ребята, насколько one inch справедливо был оценен рынком, когда он вот начались торги. То есть, в целом. Монета молодая. И то, что ее сразу забросили вот на такие относительные хаи, мы не знаем. Может быть, это начало. Понимаете? А может быть, это и конец. Поэтому тут сложно с one inch. Я держу one inch, конечно. Набираю. Но основная ставка у меня, скажем так, не на него. Так что вот. Такая идея. Пошортить игровые коины аккуратно. Со стопами. И полонговать то, что еще лонгуется. Вот Atom, на мой взгляд, тоже будем когда-то шортить. Но сейчас он все-таки лонгуется. Посмотрите, он отбивается от сетки. Здесь, здесь. Я думаю, что мы увидим сейчас финальный хороший импульс по Atom. И потом уже будем его сливать. Опять же, Atom BTC, если вы посмотрите за сегодня. За неделю он еще даже вот только начал выходить из своего накопления. Нисходящее сопротивление сломал. А за день на часовике мы видим, что Atom уже показал 20% памп к биткоину. К биткоину, чуваки. То есть, если биткоин стоял на месте, то к доллару вот он даже, ну да, плюс-минус то же самое показал. Вот. Поэтому какие-то такие мысли. Покупаем то, что дешево, продаем то, что дорого. Не финансовый совет, конечно же, дисклеймер. А с вами был Гринни, это канал CryptoCommons. Подписываемся, ставим лайки, стопы и тейки. Всем профитролей.